Для того, чтобы получить что-то нужное, не обязательно тратить деньги, а достаточно совершить взаимовыгодный обмен. Для этих целей недавно появился ростовский паблик под названием «Фри-шоп». За всеми подробностями мы обратились к основателю Вячеславу Захарову. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте. Как возникла идея создания «Фри-шоп» и что это такое? Ну, я натолкнулся на опыт одной немки, которая уже живет 15 лет без денег, ни в чем себе не отказывает, предлагает свои услуги сиделки, помощь помыть посуду, домогозяйки, например, или выгуливать собак. Из-за этого она получает все, что ей нужно. У нее даже нет собственного дома, она живет у друзей взамен на те же самые услуги. Ну, казалось бы, да, идея лежит на поверхности, но это вот история конкретного человека, а не существует подобных пабликов еще в других городах или в странах? Существует. В Москве, в Петербурге есть такие паблики, движения, просто в нашем ростовском паблике очень получилась удачная реализация этой идеи. И буквально вот за месяц у нас уже очень большая активность, тысяча человек уже набежала, активно меняются, общаются. Встречаемся офлайн, уже была одна встреча, мы там обсуждали идеи, дальнейшие развития. То есть, получается, что проект был запущен месяц назад? Да, 23 января. 23 января. И вот как вообще люди, первые подписчики этого паблика, как они реагировали, задавали ли какие-то вопросы, как это происходило? У нас в чем фишка? Это шаблон, по которому ты должен оформить свое предложение. То есть, ты даю, получаю, местоположение и способ связи с тобой. То есть, ничего лишнего, не нужно писать, чтобы визуально все было понятно, просто и ты прикрепляешь там фотографии того, чего ты хочешь выложить. И все, там буквально за 5 минут человек находится, который хочет эту вещь, у него есть, чтобы предложить взамен. Все, они договариваются встретиться где-то, встречаются, меняются. Ну, а существует какая-то система модерации, да? Потому что человек много, сообщений тоже много, как-то все это контролируется, отсеиваются, может быть, какие-то сообщения. Как это происходит? Да, у нас есть уже большая команда модераторов. То есть, в первую очередь, это сначала были мои друзья, потом наиболее активные подписчики, которые много выкладывали, много комментировали, общались и предлагали свои идеи. И, в конце концов, они получили доступ в админские права. И сейчас у нас там порядка 15 человек, которые, собственно, следят за всем, чтобы не было, например, что-то продавать. Там у нас нельзя ничего. Только свободный обмен на вещи, услуги. У нас также идет параллельно еще проект «Попутчики». То есть, тоже у нас будет шаблон, уже есть даже маршрут, ты укажешь, каким ездишь, время и что ты хочешь, собственно, получить взамен. Ну, в основном у нас там, как бы, правило такое. Я тебя везу, ты меня развлекаешь. Поешь там частушки, песни, играешь на балаке, что хочешь, делаешь. Можешь приносить им завтрак, там, термосик, кофе и булочки в машину. Просто мило общаетесь, экономите время. Ты не знаешь, что ты не опоздаешь. Время, бензин экономите. Ну, это что касается автолюбителей, да? Но есть же еще одна идея для людей искусства, скажем так. Айфришоп Артзон, вот, здесь у нас соберутся, например, музыканты. Ну, к примеру, музыканты, каждый отписывается, на каком инструменте он играет, каким инструментом он владеет, собственно, какого у него есть дома. И люди общаются, переписываются у нас в паблике, знакомятся, знают, где у кого взять какой инструмент, чтобы поиграть на каком-то ускорении. И, может быть, даже будут создаваться коллективы, какие-то музыкальные новые внутри паблика и выступать там на раз, на два, может быть, и постоянно появятся коллективы. Ну что ж, Вячеслав, спасибо. Идея очень интересная. Зрителям, наверное, хочется пожелать не избавляться от старых вещей, а, может быть, просто обменять на что-то полезное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова